Документы прислали из Франции совсем недавно. В центре свидетельства о рождении отца Елизаветы Пиленко в монашестве Матери Марии. Рядом метрическая выписка из Анапского храма Святого Ануфрия о его смерти в 1906 году. Юрий Пиленко скоропостижно скончался в возрасте 49 лет. Слева нотариальный акт на операции с 2500 медицин, это более 2500 гектаров земли на имя генерала Пиленко, деда Матери Марии. Документ датирован 1883 годом. Мы имеем доказательные материалы о важности рода Пиленко на этой земле, потому что земли принадлежали когда-то как дар. За службу генерала он получил 2510 земли. Это аттестат брата героини, полученный незадолго до начала Первой мировой войны. Он погибнет в Крыму уже во время гражданской. После отъезда семьи из России документы хранились в домашнем архиве. После принятия Елизаветы монашеского обета они оказались у крестника бывшего мужа во Франции. Затем перешли в архив к биографу Ксении Кривошейной. После написания большой книги она согласилась передать их Анапскому археологическому музею. Мать Мария, поэтесса, философ во время Второй мировой войны участвовала во французском сопротивлении. Умерла в концлагере Равенсбрюк. В рамках поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» волонтеры провели собственные исследования. Ученые подсказали, что стоит поработать в архивах Крыма. Через семь месяцев нашлись документы о возведении деда Елизаветы, генерала, в дворянство с перечислением всех заслуг, а также ее собственный аттестат из Ялтинской гимназии. Пока в распоряжении анапчан простые копии. Уговаривали. Надеемся, что уговорили, потому что у нас замечательный мемориальный музей. Они скоро приедут, сами увидят. Для того, чтобы получить оригинальные документы, необходимо согласование на уровне Министерства культуры. Теперь одна из ключевых загадок – где находится могила отца Матери Марии? Пока она считается утерянной. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион.